Всем привет! Вы на канале Мария Нила Влог. Сегодня у меня будет вот три коробки Ахерба. Единственное, я хочу сегодня сделать такую немножечко совершенно по-другому распаковку. Я сначала сейчас открою все три коробки, а потом объединю и буду рассказывать не по коробкам, не по посылкам, а по тематике. Потому что у меня сегодня будет такая достаточно, ну не знаю, кому-то интересная тема, кому-то неинтересная тема, но хочу отдельно объединить еду, как бы, ну, показать все, что связано с едой, отдельно БАДы, а отдельно одну тему, которая меня сейчас очень сильно беспокоит. Значит, первая коробочка у меня очень маленькая, все у меня здесь в ней есть. Так, значит, теперь, о, здесь вообще нету бумаги. Вот здесь вот у меня вообще нету бумаги, так вот они мне все уложили. Так, и вот третья посылка вот так вот выглядит. Наверное, у меня здесь все есть. Тема у меня будет такая, что, если интересно, смотрите, нет, пролистывайте там дальше, где будет еда. В общем, у меня весь январь то болит, то не болит правая почка. И получается, я буду все рассказывать, все, что связано с почками. Ну, как бы, не могу я просто доставать БАДы и говорить, заказала вот это, да, то есть мне нужно, как бы, ну, рассказать, почему я это заказываю, и все равно надо как-то вам рассказывать эту тему. Постараюсь не очень сильно долго. У меня песок в почках с 18 или с 19, он вроде с 18 лет. И как бы, как таковое, он меня очень, ну, как бы, не сильно-то и беспокоит в течение всей моей жизни. Единственное, когда он, ну, давал о себе знать, это когда обе беременности было, и, соответственно, там белок в моче очень сильно повышенный, ставили хранить острые пилонефриты, периодически госпитализировали, сохраняли беременность там, ну, и все, и так далее. Естественно, почки болели, и вообще была достаточно очень сильная такая почечная колика. И, а так, в промежутках между беременностью, как бы, ну, в общем, я об этом не задумывалась. Питаюсь я, в принципе, и так достаточно хорошо, и сильно не нарушала все это. Ну, по крайней мере, в общем, сейчас в течение января не знаю, что мне дало толчок, и что мне дало такую, как бы, невыносимую боль, а такую, как бы, ну, по крайней мере, дала себе знать почка, что вот она, я здесь, как бы, я, в общем, она у меня болела, то я какими-то там, сейчас буду показывать, там, то чай с одуванчиком попью, да, как бы так немножечко, а чай с одуванчиком ночегонный, вроде как бы так, потише болит, да. Потом там сделаю себе клюквенный морс, опять там, какой-то, наверное, сниму, такое сильное воспаление, опять вроде то посильнее поболит, то потише поболит. Ну, в общем, в итоге у нее все это дело надоело, и я пошла сдавать анализы, пошла по врачам, и вам, вот, пока все были январские распаковки, ну, как бы, нет, что рассказывать, поэтому что рассказывать, что я себя плохо чувствую, да, как бы, вот сейчас, когда уже это дело пришло, тогда уже есть смысл вам все это рассказать. Ну, и получается, значит, на данный момент у меня, и вроде как есть какой-то таковой диагноз, и в то же самое время ничего конкретного еще нет. Значит, на данный момент у меня общий анализ мочи сдан, анализ мочи на Нечипаренко, бак посев мочи, общий анализ крови, потом врач посчитал сдавать на креатинин, мочевину, холестерин, это кровь, УЗИ почек, все, из разных анализов. Так, и была я сначала, в общем, сначала я думала, что этим всем будет заниматься нефролог, и я пошла к нефрологу, записалась на прием, все, и, в общем, была у нефролога, и нефролог меня в итоге перекинул на уролога. И, в общем, смысл в том, что, ну, уролог мне сейчас вообще так говорит, что, учитывая то, что мы едим и что мы пьем, то есть как мы питаемся и как мы пьем, что неудивительно, что, возможно, этот песок в почках уже либо превратился в камушек, но на УЗИ камушка не видно, то есть либо его там нет, либо он, ну, где-то спрятался за что-то, и он не виден. Ну, в общем, почка, конечно, правая болела, может быть, где-то я подзастудилась, может быть, где-то я все-таки какие-то отклонения в питании были, может быть, то, что уже возраст, естественно, не 18 лет и не 25. И, а по УЗИ почек они мне ставят диагноз гидронефроз правой почки, но с этим гидронефрозом как бы можно и жить, и, ну, и получается, сначала я, когда вот это все себе заказывала, я реально думала, что я закажу себе там клюкву, еще что-то, да, пропью это, и все замечательно будет, вот. А в итоге, конечно, мне врач говорит, что нет. В общем, меня посадили на таблетки на Роватинекс. Ну, как, это достаточно щадящие таблетки, потому что они разрешаются с детского возраста, начиная с 6 лет, то есть, в принципе, мне понравилась и дозировка, то есть, мне не дикую дозировку врач выписал, он говорит. Ну, в общем, смысл в том, что эти, вот это конкретно Роватинекс, он, если есть камни, он помогает их разбивать, а если песок в почках, то, наверное, тоже как-то помогает его выводить. Советуют мне, ну, как, настаивать они же не имеют права сделать мне МРТ, но это тоже мне выйдет там в тысячи три, три с половиной, может быть, и смотря, сколько мне позиций нужно, ну, как бы прописывать, может быть, и намного больше сумма, чтобы увидеть этот камень в почках, если он есть, на МРТ, потому что так его не видно. Ну, это если вот прям досконально хорошо так обследоваться. Ну, а вообще, конечно, он мне сказал, что как можно больше всего, как можно больше пить чистой воды, пропить курсы, вот этого назначил мне три-четыре недели. Ну, а потом говорит, конечно, никто меня не называет вообще Ахерб, мне называют препараты, которые продаются у нас в аптеке, это канифрон, фитализин, в общем, это все травы, я прекрасно это понимаю, что это травы, потому что я когда-то раньше пила и канифрон, и фитализин, вот. Ну, и говорит, типа, как поддерживающая терапия, это именно травы. И получается, сейчас буду рассказывать, что я себе заказала, и буду, получается, наверное, это читать. Клюкву заказала, была только такая. Хотела я заказать клюкву в виде... Клюква у меня стоила 626, 20% скидкой, стоит 501. Я вообще не помню, почему 20%. Ну, сейчас же много шло в январе всего, да. Есть клюква, где внутри порошок, а есть такая клюква, знаете, как подсолнечный лицетин, где внутри именно жидкость такая. Вот ту я вообще не могла выловить, хотя понимаю, что та, конечно, получше. Ну, и заказала пока вот эту, но все равно буду ту вылавливать. Вот когда я допью вот этот Ровотинекс, обязательно буду подключать себе клюкву. Значит, здесь 90 капсул. Пить по одной капсуле 1-3 раза в день. Ну, в общем, вот. Это первое, что я буду делать. Второе. Ну, как бы очень сильно шерстили сайт на предмет вот этого всего. Опять Natural Factors. Называется Urinary Flow Formula. Тоже 90 капсул. Вот этот состав... А, вообще называется средство для улучшения мочеотделения. Он очень сильно приближен к нефрону. То есть, я это прочитала, я это сравнивала. Так, вот это вот, ну, короче, урина, да. Просто была обычная цена 553 рубля. Значит, здесь идет экстракт толокнянки, арбутин, экстракт одуванчика, экстракт можжевельника обыкновенного, эфирное масло, концентрат из ягод клюквы и петрушка. Все, то есть, грубо говоря, это исключительно только травки. Ну, вдруг меня кто смотрит, кто имеет тоже какие-то проблемы с почками, может быть, кто-то знает какой-то хороший... Мне нужно не именно не для здоровья мочевого пузыря, а именно в плане почек. Если вдруг кто что-то знает, если может подсказать мне какую-то ссылку кинуть, я, конечно, буду вам очень сильно благодарна. Короче, второй препарат я вам показала. И следующий, ну, может быть, я не все это разом буду в себя, как бы, может быть, я бы как-то буду курсом, там, клюква, а потом вот это вместе с этим. Есть такой препарат, называется Демоноза. Это тоже такое природного плана. Демоноза у меня стоила 1163. Такое классное описание. Вот прям реально сразу после того, как пропью вот этот Равотинекс, очень сильно хочу ее подключить. Значит, Демоноза – это простой природный сахар, который организм использует для очищения мочевыводящих путей и поддержания здоровья слизистой оболочки мочевого пузыря. Он переваривается только в небольших количествах, а избыток быстро выводится с мочой, поэтому он не мешает нормальному регулированию уровня сахара в крови. Клинические испытания показали, что при регулярном приеме Демонозе способствует нормальной работе мочевыводящих путей, очищая и поддерживать здоровье слизистой оболочки мочевого пузыря. И очень много отзывов, когда принимают вот это вместе, вот кто страдает циститами, да, вот этой всей темой, вот это все, вот как бы это вот все одна тема. Ну и я пока заказала вот это. Хочу сначала посмотреть на себе эффект. И вот единственное только из чаев получается, вот у меня, ну, был дома, но я его еще до конца не закончила пить, именно чай из корня одуванчика. Ну и заказала себе, чтобы было, по крайней мере, еще одно у меня средство. Это и корень одуванчик, и листья одуванчика, вот. Вот, то есть, ну, одна и та же фирма, да, видите. Вот пусть у меня еще и такая штука будет. Вот этот вот чай, он мне вышел в 368 рублей. Все, ну, осветила, как могла, тему почек. Вдруг кому прямо очень сильно интересно что-то. Ну, пишите мне, в основном, конечно, я больше всего в инстаграме болтаю. Теперь, что касается БАДов. Первый раз беру бренд Торн. Все, ну, знаете, наверное, что в январе была акция, когда, неважно, на какую сумму ты закидываешь Торна, лишь бы только была сумма больше, чем 20 долларов. И 20 долларов тебе просто списывается. Это, конечно, вообще прям очень сильно круто. То есть, вот эти две баночки вместе, я не помню мне, сколько стоили. Но от вот этих двух баночек у меня списалась общая сумма 1594. Ну, как бы это в тот момент столько стоило 20 долларов. Это прикольно. Взяла цинк-пиколинат. Буду его сейчас подключать, потому что я сейчас пью кварцетин вместе с витамином С. А кварцетин вместе с витамином С лучше всего усваивается, если еще и цинк присутствует. А вот эта добавка, я ее реально ни у кого не увидела. Я просто лазила по сайту и понимаю, что это очень классная штука. Даже, не знаю, и в плане Димы, как бы я так подумываю, что она очень хорошо работает с аллергией. Это ферменты. В общем, я хотела, чтобы эта вещь была у меня дома. Я посмотрю, для кого я буду ее подключать. Вместо 1500 мне ушло в 565. Называется это Биогест. Здесь 60 капсул. Но, по-моему, там еще есть или 120, или 180. То есть, есть и большая банка. Вот реально там 1000 за 3,5 что ли. Короче, что вообще такое Биогест? Биогест помогает переваривать жиры, белки и углеводы, добавляя гидрохлорид, пепсин, подклеотин и бычью шелчь, запасы которых могут истощаться по различным причинам, включая возраст, чрезмерное употребление антоцидов и удаление желчного пузыря. Такие ситуации, как длительные заболевания, удаление желчного пузыря, чрезмерное употребление антоцидов и нормальное старение, могут способствовать недостаточной секреции таких веществ, как желудочного сока, ферментов поджелудочной железы и желчи, сокращение запасов каждого из которых может привести к различным симптомам желудочно-кишечного дискомфорта. Нарушение пищеварения может привести к недостаточному усвоению питательных веществ, что, в свою очередь, может вызвать дефицит витаминов, особенно витаминов А, Д, Е и К, и пищевую аллергию. Биогест от Торн предлагает всеобъемлющую поддержку пищеварительной системы благодаря наличию в нем таких компонентов, как соляная кислота, пепсин, панкреатин и былчий желч, каждый из которых важен для тех людей, которым требуется более эффективное переваривание белков и углеводов, а также добавок, способствующих пищеварению. Биогест задействует пепсин и панкреатин, которые представлены в неразбавленном состоянии и не содержат лактозы. Вот, ну, я хотела, чтобы такая штука была дома, и когда вот они реально сделали, что они скидывают 20% на Торн, ну, как бы, надо было это брать. Супердэй от LifeExtation уже вы у меня очень много раз видели, но, как бы, я-то пропивала в виде капсул, а девочка у меня знакомая взяла в виде таблеток. Здесь такие, как бы, небольшого размера таблеточки, кругленькие, но она взяла комплекс 60 таблеток. Получается, она опять себе взяла на месяц. На два месяца чуть повыгоднее, получается, брать. Ну, как бы, заказала это. Здесь очень классный состав, я уже не раз останавливалась на нем. Может быть, мы сюда выведем в виде отдельной таблицы. Это очень классная штука, по крайней мере, так, чтобы разом поддержать себе, ну, все мультивитамины. Супердэй стоил просто 774 рубля, никакой скидки на него не было. И тоже вот этот глютен Айд, я тоже, наверное, уже сейчас раз четвертый буду показывать. Это я на всякий случай делаю запасы, потому что в связи с последними закрытиями, которые у нас происходят, да, вы, я думаю, знаете, что даже Д3 у нас забирают, ну, у России закрывают. Вот, и я молчу про хемоплекс и про все остальное, селен, пиколиноцинка. Вот, и, ну, как бы, я так немножечко более спокойно себя ощущаю, если у меня у Кирилла, как бы, вот эти ферменты есть. То есть я уже много раз рассказывала, что они помогают переваривать глютен, они быстрее его выводят. Я не помню, на что была скидка, когда я делала. В общем, у него было место цены 1115 рублей, мне он пошел за 892. Ну, в январе достаточно много было прикольных акций, поэтому, поэтому набирала. У меня опять стекло без пупырки. Это вообще, это какой-то кошмар. Фирма Garden of Life. Я очень сильно люблю эту фирму по вот этим витаминам. Я их очень, ну, наверное, тоже сейчас раз четвертый заказываю для Димы. Это витамин Е. И вот, ну, увидела, тогда, наверное, было 20% на Garden of Life. Да, это жир печени трески. И вместо цены 1115 рублей мне это вышло в 892 рубля. Почему они снимают пупырку? Что такое? 236 миллилитров. Ну, я думаю, здесь срок годности достаточно большой, потому что Кирилл пока у меня другую жидкую омегу пьет. До июня 23-го года. Ну, как бы полтора года у меня есть впереди. Ну, и, соответственно, раз я вам уже показала, Garden of Life витамин Е вместо цены 1617 рублей мне оно вышло в 1293. Я, как бы, это заказываю подростку, да, Диме 11 лет. Поэтому нам этого комплекса хватает на 2 месяца. Я взрослую дозировку делю пополам. Ну, а так, конечно, если все-таки это взрослым пропивать, то вот это 1600, ну, как бы, это всего лишь на 1 месяц. Но здесь сразу идет витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К и селен. Это очень сильно важные витамины, как бы, для иммунитета. А, Е – это и зрение, ну, это и сухость кожи, да, ну, то есть, в общем, Д вообще считается на данный момент самым главным витамином для иммунитета. И, получается, я взяла это с 20%. Вот это я увидела у Лены, да, канал называется «Ахер Бульям Глоу». Поэтому, ну, захотелось взять, мне, я тоже думаю, что срок годности достаточно большой. Август 22-го года. Ну, значит, в этом году это пропьем. Гадон оф лайф, вообще, мы знаем, что он именно специализируется, что он делает из сырых овощей витамины. Здесь два блистера, здесь всего 30 капсул. Эта добавка называется «Здоровье носовых пазух», «Здоровье носа», «Здоровье горла». То есть, в общем, тоже достаточно хорошая такая штука по отзывам. Пусть будет, учитывая то, что сейчас вот эти все вирусы, наш новый вид вируса, да, и как это сейчас на детей действует. Я хочу, чтобы как бы побольше всего вот такого полезного было дома. Но здесь нужно две капсулы в день. Получается, это вообще одному взрослому на 15 дней. Была цена 947, а с 20% мне это вышло в 758. Все, Бады вам проговорила, осталась еда. Еды, ну, конечно, больше всего она у меня идет вот, ну, постоянно одна и та же. Поэтому какой-то прям тут, ну, чуть-чуть новой еды есть, но так в основном то, что мы заказываем, ну, если оно нам нравится, мы это и заказываем повторно. Давно у меня Дима просит вот эту гранолу. Бренд Бобс Ред Мил. Я ее брала несколько раз. Она очень-очень вкусная. Яблоко и черника – это вкус. Вместо цены 445 мне она вышла в 401 рубль. Ну, это вот реально, если не разрешать им съесть ее всю за один раз, ну, может быть, на 3 завтрака, на 4. На 4 завтрака для двух детей. Все, ее потом нет. Вот этот бренд Квин, в принципе, показывала уже не один раз. А вот эти конкретно крендельки, или как они назывались, их я беру первый раз. Называются они крендель с чипсами, без зерен, черный перец. Обычная цена – 369 рублей. Очень много поломанных. Вот таких вот поломанных. Здесь со основы взята мука касава. Картофельный крахмал там и так далее. Ну, вкусненько. Перцы сильно не ощущаются. А, вот послевкусие такое прям перец чувствуется, но не критично. Вот в таком вот объеме мы набираем самобукол, потому что нам еще нужно и февраль, и март пережить. У меня сейчас Дима с 1 февраля на дистанционном обучении. Кирилл за вот этот весь год уже два раза был контактный по ковиду у себя в садике. Ну, как бы он не заболел ничего, но два раза нас сажали на самоизоляцию. Вот, потому что то воспитательница болела, то второй раз вообще промолчали, кто там болел. Ну, Кирилл два раза был контактный по ковиду. Ну, и, соответственно, сажают на самоизоляцию. Вот, то есть времена такие, что вот эта вещь для иммунитета, она очень сильно нужна. Ну, и так просто вкусненькую, полезненькую водичку попить. Одна коробочка самобукола, 733 обычная цена, с 20% скидкой вышла в 587. Ну, как бы одна только в 587. Вот это тоже, по-моему, на это было 50%. Я думаю, блин, ну не взять это вообще просто нельзя, потому что кокосовое масло, а нет, на него было 40%. Вместо цены 637 мне это вышло в 382 рубля. Это на нем столько разных вариантов. Во-первых, в кулинарию, просто в еду, как тело увлажнять, да, маски разные для волос делать. Короче, жиденькое. Ой, какое оно жидкое, ну, потому что сейчас в квартире тепло. Короче, вообще с 40% я это урвала. Вот эту штуку мы пробуем новую. Ну, как мы сначала те доедим, которые у меня, в общем, наверное, вы у меня видели. В ноябре, может, в начале декабря я показывала прям подряд несколько распаковок, когда я брала от этого бренда Now Real Food сироп голубой агавы, только светлый. А теперь уж я, ну, как бы хочется попробовать, как, вот это называется янтарь. И цена такая же, как и у того. Ну, посмотрим, какой это, как бы вкусный, как он, более сладкий. Обычно цена была 718 рублей, мне это пошло за 574. Теперь, это вообще наша постоянная покупка, вообще нет смысла про нее говорить. Это именно спред из арахисового масла, который и солененький, и сладенький одновременно. Просто 477 рублей. Понравилось нам это, если честно, кокосовое молоко, потому что один, как бы, ну, еще один такой из моментов, что у нас Кирилл, именно дети вот такого аутичного поведения, аутистичные дети, у них, кроме как глютен, вообще им, короче, им нельзя козеин. И будем стараться у Кирюши уменьшать коровье молоко, ну, и как бы, по крайней мере, я хочу, чтобы у меня один-два пакетика, вот, как бы, именно кокосового молока были в запасе дома. Ну, и вот эти я тоже достаточно много показывала. О, теперь они у меня закрыты, и теперь таможня не посчитала нужным это открыть. А в прошлой вот какой-то распаковке у меня была сама коробка открытая. Мы это используем как хлебцы. Ну, дорого, недорого, как бы, я знаю, что у меня дети просто это едят, и сюда очень легко намазать можно либо сливочное масло, либо ту же самую арахисовую пасту, вот так вот вместе. А перекусов у нас, конечно, достаточно много, потому что у обоих детей дофига спорта, там, и так далее. То есть где-то я в машину постоянно какие-то перекусы беру. И вот эта вот вещь просто была за обычную цену 393 рубля. Вот, ну, получается, мы все равно не отходим от этой темы, от темы еды. Максимально, насколько у нас позволяет, мы хотим улучшать именно качество продуктов, и будем этим заниматься и дальше. Ну, а БАДы – это вот, которые как-то вот вылазят в соответствии с какой-то ситуацией. Вот. Если кто-нибудь мне что-нибудь скажет про почки, там, кто-то что-то пил, да, или знает, что вот это хорошее, я буду очень вам благодарна, потому что, ну, хочется быть более осведомленной в этом вопросе. Все, спасибо вам большое за просмотр, за лайк, если вдруг вам это видео понравилось. Ну и пока! Субтитры сделал DimaTorzok